Привет-привет, меня зовут Маша и сейчас стартует шоу Генетический Дом 2, второй сезон Дети. В прошлом сезоне у нас было 20 участников, в этом у нас будет 10 участников, 10 первенцев тех пар, которые были созданы на прошлом сезоне. И вы видите 5 мальчиков, а 5 оставшихся девочек придут чуть позже. Посмотреть на девчонок можно уже в телеграм-канале, ссылочка под видео. А мы давайте будем знакомиться поближе с этими ребятами. Для этого сезона я скачала мод, который позволит рандомно каждому участнику заиметь свои таланты. Талант это когда вам что-то дается легче и быстрее, чем если у вас его не было. И также тут наоборот есть неспособность к каким-то видам деятельности, когда он наоборот сложнее будет его изучать. И мы видим, что наиболее сложно, очень плохой навык фитнеса есть у Джонни. Все остальные, которые средненькие, мы убираем. То есть по максимуму самый максимально негативный оставляем и самый позитивный. Но из позитивных у него 3 одинаковых. Поэтому я думаю оставим воспитание, потому что он хочет иметь ребенка. Я думаю навык воспитания ему пригодится. В этом сезоне удаляю знаки зодиака, так как они влияют на совместимость. А также все непонятные наградные характеристики. Потому что еще жизненная цель не выбрана. Мы сейчас выберем и у нас будет она только одна. И что самое интересное, у него есть неконтролируемые эмоции. Вот так вот его воспитывали. Это оставляем. Знакомьтесь, Джонни Бёрглер. Первый участник. Не буду спойлерить, кто его родители. Вдруг вы не смотрели первый сезон. И у нас от 1 до 15 жизненная цель. Мы видим, что он эксцентричный, холерик и любит животных. Сейчас узнаем, какая же ему жизненная цель достанется. Кстати, он единственный маг. Его генетика это смесь двух рас. Чистого генотипа, принадлежащего какой-либо расе мамы или папы, не образовалось. У него здоровый образ жизни. Учитель дзен, душевная инвесия. Знаете, наверное, холерик еще не уравновешенной эмоции у него. Я думаю, душевная равновесия ему идеально подойдет, чтобы он мог расслабляться и по жизни жить веселенько. Второй парень. Джаред Калин. И я вижу, что талантов у него совершенно нет никаких. Но у него есть очень плохой навык писательства. Его мы и оставим. Я вижу, что он угасающий рот, но кристалла у него нет. Да, он все-таки не маг, но в генах все-таки течет магическая кровь. Я вижу, что у него еще есть неконтролируемые эмоции, так же, как и у первого парня. Ну, знаете, два богатеньких сыночка, которых очень баловали. Видимо, так. Джаред у нас тоже не чистая раса, а какая-то новая. И у него тринадцатая жизненная цель. Кто же у нас? Так, двенадцать, тринадцать. Состояние. Ууу, ну прям реально сын богатых родителей хочет быть, я думаю, бароном, чтобы у него был самый крутой дом. У нас эгоцентричный, сноб и веселый. Да, интересный, интересный у нас тут парень. Следующий у нас Майла Тэйч, имя как Героя Атлантиды, и он потомок Ханжуна. Превосходный навык фитнеса, аж три стрелочки. Это действительно талант, оставляем обязательно. И вот я вижу, максимально у него не получается садоводство, поэтому оставляем. Фитнес, и не получается садоводство. Все остальное убираем, то, что где-то посередине. Дальше я вижу, что у него хорошие манеры. Этот мальчик воспитывался хорошо. И убираем все ненужные, и идем добавлять ему жизненную цель. Генетика у него смешанная, хоть он очень похож на маму. И сейчас будем делать от 1 до 14. Исключают это первые Звездные Войны. И единичка. У него дурной нрав. Блин. Ну слушайте, идеально, мне кажется, ему подходит. Он злой, пошел в маму. Достигатор и киноман. И раз он достигатор, я думаю, на... Большой бедокур это слишком лайтово для него. А вот враг народа самое то. По максимуму. Не знаю, как он будет жить, конечно, с такой целью на проекте. Но что поделать. Зато у него хорошие манеры. Видимо, прикрывается образом ангела. Энри Керлейк. Кто смотрел первый сезон, я думаю, вы сразу подумаете, что это русал. Но нет, это не русал, это оборотень. И я вижу, что у него очень хорошие способности к вампиризму. Вот и как так. Оборотень, мечтающий стать вампиром? Или он, наоборот, пытается все изучить о своем противнике. И поэтому так хорошо разбирается. И плохо у него со сноубордом. Самое такое вот плохое мы оставляем. Оборотень, похожий генетикой на русала и мечтающий стать вампиром. Как вам такое? Парень совсем запутался в себе. Он киноман, преданный и одиночка. И жизненная цель у него 14. Так, слушайте, тут так много вариантов. Как вы думаете, кем он может быть? Одиночка значит что-то, где он может один сам собой этим заниматься. Давайте, может, сделаем его писателем? Я думаю, писателем не подойдет. Эндрике первый, походу, единственный, кто генетически попал полностью в пятую расу русалок. Хотя только один из родителей у него русалка. Как думаете, кто? И последний первенец это Дэвис Гринвилл. И он вампир. Что мы видим по его талантам? Во-первых, у него есть ужасный навык робототехники. Его, конечно же, оставляем. Понятно, не технарь. И очень хороший навык с Суланийской... А, с Селивадорадской культуры, да? Так что вот эти два навыка оставляем. Все остальное где-то чуть-чуть убираем. Еще у него плохие манеры. Кстати, как у прошлого Энрике, у нас вампир и оборотень любители поспорить. Ну, прям красота. У них нет шанса просто подружиться. Постоянно будут, видимо, воевать друг с другом. Его внешность напоминает мне актера Зака Эфрона из дневникового вампира. Вот, именно на нем я перенастроила рандомайзер, потому что у него выпала единичка на Звездные Войны. Поэтому мы перекидываем, исключая теперь Звездные Войны от 1 до 14. Генотип у него смешанный. Можно сказать, новая раса. Что-то взял от мамы, что-то от папы. Шестая жизненная цель. И это у нас местоположение. Слушай, так много всего. Идеальная чистота. Коренной горожанин. Горожанин, Пляжная жизнь, Трэнджевиль, Камарэби и Невероятная грязь. Слушайте, он Абджора, танцмашина и любит собак. При этом, все, он еще вампир. Я даже не знаю. Ну, давайте за рандомим. Это двоечка, коренной горожанин. Ну, все, нормально. Кто ваш фаворит? За кого будете болеть? Можете оставить комментарий под этим видео. Или пройти в Телеграм и там проголосовать в вопросе. Парни только приехали на виллу. И я каждому обнуляю значение фитнеса. У всех будет первый уровень. Позже нам это пригодится. Парни приехали пораньше, чтобы убедиться, что вилла в полном порядке. Что нет никаких поломок. Где-то, может быть, стоит прибраться, посадить кустик, приготовить что-нибудь вкусненькое при езду девушек. И самое важное, каждый из них будет готовить подарки. Раз у нас 5 девушек, то я думаю, пусть каждый парень подготовит 5 различных подарков, чтобы произвести впечатление. Но, опять же, возможно, не все подарки ему понадобятся. Создавать подарки, покупать, возможно, их, приобретать в каких-то эксклюзивных магазинах или из своих заначек доставать несметные сокровища. Каждый будет отдельно и рандомным. Подарок нам нужен такой, чтобы можно было его взять и положить Ксиму в багаж. До этого момента будем генерируем. Так, я вижу у нас книга. Какой-то у нас детективный, да, детективный роман. Первый подарок готов. Кому же он достанется? А может быть и никому. Все, следующий подарок генерируем. Так, сгенерировали пожар, отлично, потрясающе. Первый парень отличился уже, Джонни, красавчик. Вышел из дома впервые, везде с него пылинки сдували, а тут надо что-то самостоятельно делать, и сразу устроил пожар, кто поможет. Джонни собрался и решил покреативить. Почему бы не подарить на первом свидании пылесос? Как вам такая затея? Также настольную лампу, видимо, чтобы читали его книги, которые он подарит. Осталось два подарка, и это непонятный набор чего-то, каких-то банок-склянок. Так, пробуй еще разок. Тумба. Так, тумбу мы не сможем подарить. Хорошо. Мы это все продадим сейчас. Это книга о вампиризме. Я уже не удивлена, что он подарил книгу, лампу, пылесос, домашний мальчик такой. Джонни, покажи свой креатив. Креатив. Давай что-нибудь такое интересное. Не для дома и сада. Или для обучений. Так, и он какой-то нам поднос с цветочком и кружечкой. Ну, очень романтично на самом деле. Так, ну еще разок, что у него там? Так, это у нас три горшочка, и в них три цветочка. Давайте глянем на все подарки, которые он приготовил. Это у нас документальный роман. Дальше беспроводной пылесос. Лампа настольная. Непонятно какая, но неважно. Энциклопедия о вампирах. И комнатные растения. Как вам? Какой из этих подарков вы бы себе хотели? Следующий. У нас Джаред сгенерирует себе то телевизор, то какую-то тумбу интересную. Так, и у нас снова пожар. Кто его устроил где? Явно не Джаред. Правильно, Джонни. Ну, дорогой, ну сколько можно-то? Видимо, не может остановиться. Сделаем так. Это его магические силы вырываются из него наружу. Как понимаете, он же маг, еще не умеет пользоваться своими способностями. Блин, посмотрите. Сзади оборотень скачет. Забавно. Пока каждый создает подарки, остальные ребята могут спокойно заниматься своими делами, общаться. О, так, еще один подарочек готов. Я потом все покажу его в конце на столе. Смотрите, у нас вампир занимается здоровым образом жизни. И я вижу, что Майло, он у нас плавает и прокачивает фитнес. Фитнес ребятам понадобится. Видите, Майло не теряет времени зря. Жалко, что здоровый образ жизни не прокачивает фитнес. А то бы и вампиру бонус был. У меня такое чувство, что Джаред какой-то дизайнер. Он создает только предметы мебели. Вы, кстати, какую-то звезду наградную, да, создал. Мы ее обязательно оставим. Почему бы нет? Вот какая-то корзина у нас для белья. Что еще у нас тут может быть? Давай. Аааа, это что такое? Это фонтан? Вау. Он у нас не только дизайнер, он дизайнер у нас ландшафтный. Давайте куда-нибудь фонтан пихнем. Целый мини-водопадик у нас получился. Ну, на креативе хорошо. Джаред, я думаю, он будет водить теперь девушек и рассказывать, что это он здесь создал. Вот такую красоту. Слушайте, ну, этот парень явно вот с какой-то творческой жилкой. Что он еще тут на креативе? Это какая-то посылка? Что это такое? Верх ярко-красного цвета. Полковник. Стильный верх для стильной курицы. Ведущий сельский образ жизни. Что это такое? Это курица? Так, кто знает, что это такое за прикол? У нас иконка курицы, но при этом как будто это какая-то одежда. Блин. Давайте проверим, можем ли мы это подарить. Да, все отлично дарится. Ну, ничего, кто-то явно удивится такому подарку. А это что за бутылек, который мы даже не можем преобразовать? Массажное масло, слушайте. Ну, давайте массажное масло оставим. Вот этого крема от загара, да? Остался у него последний подарок. И посмотрим, что он сгенерирует. Так, это все какие-то предметы, которые мы никак не можем взять. Столы, стулья. Даже вон мама ему позвонила Айме и распереживалась, чтобы он не перетрудился. Слушайте, ну, парень все-таки реально, он больше по мебели. И хватит с него и четыре подарка, видимо. Посмотрим, что он приготовил. Во-первых, это книжка о скалолазании. Также у нас какая-то карточка коллекционная, я так понимаю, с батул. Это милая такая настольная игрушка, скульптурка. И вот эта вот странная курица. Следующий парень Майло приготовил и нам с вами подарок. Вот такую здоровенную вазу. Я поставлю ее куда-нибудь на улице. Мне кажется, она в наш интерьер, немного греческий, вписывается. Вот туда вот, на левую сторону нашей виллы. И смотрим его подарки. Он пока создавал пятый подарок, решил еще раз нас удивить в вазе. Посмотрите, вот это прям богема. Стиль богема у нас как раз в правом углу этот стиль. Отлично. Он просто под каждый стиль виллы решил сделать нам по вазе. Возможно, он гончар, вам не кажется? Мне кажется, есть у него такие таланты и способности. Нас уважил. А что же он приготовил для девушек? Во-первых, какое-то пяльце для вышивания. Розовая уточка резиновая. Смотрите, какой классный пылесос здоровенный. И бутылка с посланием Вундеркинд. Тоже у него только четыре подарка. Пока следующий участник Оборотень создает свои подарки, я вижу, что вампир прокачал навык фитнеса. Тоже молодец, зря времени не теряет. Занимается в бассейне. Так, здесь мы ничего взять, к сожалению, не можем. Так, давай, Оборотень, соберись. Он решил подниматься. Подниматься с первым парнем, магом. Опа, я вижу, что Майло, кажется, перекупался в бассейне. Он у нас целый день просто плавал. И теперь заработал боязнь воды, страх воды. Хоть даст возможность другим парням прокачаться. О, я вижу, сколько они накидали грязной одежды. Так, понятно, все это нужно убирать теперь. Но ничего, закончим с подарками и начнем прибираться. Вот заселили их на чистую виллу, устроили тут сральник. Должны же бы, наоборот, были. Ого, даже по воде ходят. Но уже все равно. Просветление настало. Йогой перезанимались. Уже ночь на дворе настала. А у нашего оборотня совершенно ничего не получается с подарками. Видимо, скупой. Скупой паренек не хочет ничего девушкам дарить. Посмотрите, какой милаш. Давайте эту игрушку оставим себе. Это, оказывается, статуэтка. Ну ладно, он меня задобрил. Я рада. Симпатичная игрушечка. Попробуй тогда еще несколько раз создать подарок девушке. Хотя бы один, один подарок кому-нибудь создать. Ура! Оборотень, который смог. У нас есть подарок. Снежный шар. О! И второй подарок у нас есть дрон. Нифига себе, разница. Блин, снежный шар за копейки. И дрон дорогущий. Ну, посмотрим, кому что достанется. Подарки вампира мне показались максимально забавными. Во-первых, он нашел недавно на пляже бутылочку с любовным посланием. И подумал, что это было бы классной идеей подарить девушке, знаете, сразу не в самое сердечко. Такой вот подарок должен романтический зайти. Стуэтка с талисманом команды, да. Мисочка для животных. Он любитель собак, поэтому, знаете, сразу с намеком, что мы потом заведем с тобой собаку. И, собственно, вот это что такое? Я так понимаю, это стульчик для детей, но я такой никогда не видела. Блин, забавный, очень розовый. Видимо, он хочет девочку, и поэтому тоже такой подарок кому-то подарит. И откуда-то он взял чип личности, откуда. Вроде же, это у него все плохо с роботехникой, да? Или я ошибаюсь? Ребята сегодня ночью спали, как убитые, предвкушая завтрашний день и приезд девчонок. Они их никогда не видели. И сегодня их ждет испытание. Каждый парень получил задание прокачать навык фитнеса, проведя тренировку с боксерской грушей. И что вы думаете? Победит тот, у кого будет максимально прокачан навык фитнеса. Ну, мы будем идти по шкале от самого крутого парня до самого некрутого в этом плане. И это будет их очередность знакомства с девушками. Представляете? Тот, кто вчера не терял времени понапрасну и плавал в бассейне, получается в плюсе, в выигрыше. У меня скачен мод на родственную душу. И я думаю, что именно тот парень, который первый пойдет дарить подарок девушке, которая ему понравилась, имеет больше шансов для того, чтобы как-то вот взаимная симпатия случилась и произошла любовь с первого взгляда. Знаете? Кто пойдет последним? Вдруг уже всех девчонок, которые там ему понравились, уже разберут другие парни. Кто знает, как оно будет. Поэтому ребята стараются. Все, мне кажется, хотят быть в первых рядах. И кто вчера не занимался, сегодня активно догоняет. И не унывает, да? Надеюсь, что не унывают. Вы, кстати, помните, что кому-то в начале игры достался талант фитнеса. Помните, какому из этих парней? Но у кого-то сильный будет прогресс явно из-за этого таланта. Так, а наш мальчик Джаред говорит, что это просто сущий кошмар ваш фитнес, и ему это все абсолютно не нравится. Он сдался, опустил руки в этом испытании. Так, у нас еще трое ребят боксируют. Так, все, вампирчик. Вампирчик уже танцует вообще. Я думала, он боксирует, а он уже танцевать пошел. Все, оборотень тоже закончил, и Майла тоже закончил. Вовремя как раз приехали девчонки. Они уже стоят на пороге и ожидают, когда парни их встретят. Вот наши пять девушек, участниц этого шоу. И ребята быстренько бегут в душ и собираться, чтобы их встретить. Ребята надухарились, прихорошились, окинули последним взглядом эту холостяцкую виллу. И да начнутся голодные игры. Жду вас на стримах Генетический дом 2, второй сезон. Будем создавать пять будущих пар. Кто из них, кому понравится, все узнаем. Рассмотрим девочек, что это такие за фруктики. И, конечно же, узнаем, кто из парней главный спортсмен и пойдет первым в бой. В телеграме голосовалки за участников, которые вам больше всего приглянули среди мальчиков и девочек. А если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Мне будет очень приятно. Всем пока-пока.